Здравствуйте! У нас в студии Владимир Агрызко, экс-министр иностранных дел Украины. Я вас приветствую. Скажите и объясните, как вы понимаете некоторую активизацию российского присутствия на территории Украины, на оккупированных территориях Луганской и Донецкой области? Здесь нет ничего нового. Цели российской политики в отношении Украины не изменились. То, что мы сейчас видим, я имею в виду реакцию МИДа Российской Федерации на вчерашний фарс, говорит о том, что Россия не собирается менять свои политики в отношении Украины ни в политическом, ни в дипломатическом, ни в юридическом, ни в военном смысле. Поэтому то, что сейчас происходит, я боюсь, что это подготовка к очередной фазе горячей войны. Поэтому, я думаю, нашему руководству нужно максимально быстро и адекватно реагировать на новую угрозу. — Горячие войны — это о каких территориях вы говорите? Вы говорите сейчас о тех, которые де-факто оккупированы территорией Луганской и Донецкой области, или тех, которые уже освобождены, где проходила антитеррористическая операция, или это какие-то новые территории? — Понятно, что Крым, который сегодня находится под оккупацией Российской Федерации, сам выжить не может. Прежде всего, экономически. Если вы смотрите за информацией, то увидите, что только многокилометровые очереди автомобилей на Керченском перешейке, на переправе, это уже сигнал того, что там катастрофа и транспорт просто-напросто не функционируют. — Если к этому добавить отсутствие необходимого уже даже продовольствия, воды, электроэнергии и так далее, то можно понять, что для России сегодня прорубование вот этого окна в Крым является очень важным. Поэтому я боюсь, что то, что мы сейчас наблюдаем, есть просто подготовка к очередному рывку теперь уже на юг, для того, чтобы создавать вот этот коридор и фактически продолжать вот эту горячую фазу войны. — Что это означает для Украины? Вот такой шаг теоретически он возможен? — Это означает, что нам нужно, с одной стороны, максимально быстро поднимать армию, делать ее боеспособной и давать отпор в том числе и такому агрессору, как Российская Федерация. А во-вторых, точно так же еще на позавчера пытаться мобилизировать международное сообщество для того, чтобы оно помогало нам не заявлениями, а реальными. — Вот с точки зрения дипломатии, объясните нам, вот Россия вроде бы как участвует в мирных переговорах, Россия декларирует на международном уровне, ну, ключевые люди, которые отвечают за это, декларируют намерение миром закончить этот конфликт. А с другой стороны, вот такие действия. Как это объясняется? Вот с точки зрения дипломатии, как это понимать? — Вы знаете, тут на самом деле никакой дипломатии нет. Давайте с вами усвоим простую истину, что Россия и дипломатия — это абсолютно противоположные понятия. Россия и международное право — это противоположные понятия. Россия и обязательства по международному праву — это абсолютно разные вещи. То есть дипломатия — это когда стороны имеют, по крайней мере, общие ценности, общие подходы, какие-то общие цели, и тогда они ищут какие-то общие действия для того, чтобы достигать этих целей. Если же одна страна все это дело торпедирует, если она ставит в ничто международное право, то дипломатии нет. Есть просто фиговый листок, которым прикрываются для того, чтобы продолжать свои действия. Вот посмотрите, ну вот при всей неоднозначности Минские соглашения, Минский протокол, ну какое-то понятие, так сказать, международной договоренности. Стоит подпись России. И что мы видим? Мы видим, что Российская Федерация, не моргнув глазом, что называется, это все дело разрывает публично на глазах всего международного сообщества, и при этом говорит, что на самом деле Минские соглашения это все предусматривают. Ну какая это дипломатия? Это просто издевательство над здоровым смыслом, над здравым смыслом и над международным правом. Поэтому говорить о том, что Россия сегодня говорит одно, делает другое, это правильно, но это то, что давно всем должно было быть известно. Включая и, кстати, и Украину. Как вы считаете, вот эта политика два шага вперед, шаг назад, да, вот как-то так, или шаг назад, два шага вперед, она действительно, это такая стратегия Российской Федерации, или все же россияне, когда шли на вот эти Минские соглашения, и мы понимаем, что определенная пауза в боевых действиях, хоть некоторые выстрелы слышались, но она была, она, вот Россия на самом деле чего-то ожидала, чего не получила в результате. Ну, вы знаете, я бы не стал говорить о том, что она делает какие-то шаги назад, разве что может быть немножечко в сторону. Когда она понимает, что вперед идти нельзя, вот тогда возникает пауза для того, чтобы сказать, ну вот снова-таки выпускают на арену цирка известных актеров, они всем рассказывают о том, какие они хорошие, и как Россия будет выполнять свои обязательства. Однако, проходит немного времени, и все понимают, что это просто был очередной цирк, и все прекрасно понимают, что дальше будет продолжение того, что уже, собственно, должно было было произойти, только лишь с определенной оттяжкой во времени. Вот сейчас мы имеем примерно то же самое. Когда Россия хотела прорубовать это же окно ранее, потом все увидели, что ситуация нереалистическая для России в этом плане, она приостановила процесс, сделала шаг в сторону и посмотрела, что происходит. В это время провела соответствующую подготовку, ввела сейчас, как мы сейчас видим, уже без абсолютного прикрытия и каких-то объяснений свои войска на оккупированную часть Донбасса, и сейчас готовится к наступлению. Вот это то, что называется российская политика в реальности. Ну вот в таком случае получается, что Минский договор, он неэффективен абсолютно. А как быть тогда Украине в этой ситуации? Не могу с вами не согласиться. Это касается не только Минского соглашения, это касается всех соглашений, которые подписывает Российская Федерация. Они только лишь действуют до того момента, пока это выгодно России. Потом они объявляются юридически ничтожными и на этом вопрос закрывается. А что делать? Ну этот вопрос мы уже обсуждали и в этой студии неоднократно. Вооружаться, при том вооружаться по максимуму и быстро. И второе, повторюсь еще раз, всеми возможными силами активизировать международное сообщество для того, чтобы оно наказывало Россию за такую политику. Мы можем рассчитывать на поддержку более весомую, чем до этого времени наблюдалось со стороны международного сообщества в вооружениях, например, в случае, если будет эскалация конфликта с Российской Федерацией? Ну я хотел бы в это верить, честно говоря, потому что иного пути остановить агрессора нет. То есть, если сейчас он перейдет во вторую горячую фазу конфликта, то одними заявлениями об обеспокоенности его не остановить. То есть, это означает, что либо нужно принимать действительно очень жесткие экономические санкции для того, чтобы Россия поняла, что она не выдержит и отступила. Либо давать нам оружие для, по крайней мере, самообороны. Санкции это эффективный метод? Вот Путин, не связана ли вот эта пауза, о которой мы с вами уже говорили, вот именно с санкциями? То есть, нужна была просто передышка для того, чтобы разобраться, что к чему? Нет? Ну, вы знаете, для людей адекватных любая пауза это возможность проанализировать ситуацию. И сложить слева, так сказать, минусы, а справа плюсы и вывести какой-то баланс. Ну, так действуют все адекватные политики, все адекватные страны. Какая логика сегодня в Москве, сказать, я думаю, не может никто. То есть, с точки зрения вот этой самой адекватности, все понимают, что Россия поступает во вред своим собственным интересам. Она скатывается в такую изоляцию, из которой она просто потом уже не выйдет. То есть, логика подсказывает, нужно остановиться. Но мы видим противоположные вещи. Мы видим, что с помощью России организовываются все псевдовыборы. Туда без разрешения завозят какие-то конвои, неизвестно с чем и для кого. Туда в оккупированные районы Крым, Донецка, Донбасса вводятся российские вооруженные силы. Вооружаются бандиты из этих формирований ЛНР и ДНР. То есть, мы видим, что это все противоречит логике. Но это происходит. Поэтому, я думаю, сегодня трудно просто даже предусмотреть, что же будет следующим шагом. Потому что он в любом случае будет нелогичным с точки зрения здравого смысла. Эти шаги, они чем продиктованы на самом деле? Боязнью вот этих вот последствий санкций? То есть, нечего уже терять? В таком случае возникает вопрос, а как при ухудшении экономической ситуации и политической, собственно говоря, что пойдет уже таким хвостом? Как объяснить людям, на самом деле, что исчезают какие-то товары, растет доллар, растут цены? Поддержка 85% это хорошо? Но мы понимаем, что она может буквально за недолгое время раствориться? Или нет? Это правда. Хотя тут мы должны понимать специфику российского менталитета. Он отличается от европейского. Потому что там людей можно, как и в расцвет застоя во время Советского Союза, как тогда говорили, можно кормить сказками и можно на шовинизме поднимать дух и фактически людей принуждать к лишениям. И вот что, знаете, что меня, честно говоря, поразило. Недавно был один из запросов Левада-центра. Так вот, я сейчас не скажу точную цифру, но очень большое количество опрошенных сказали, мы готовим терпеть, потому что мы будем бороться за великую Россию. Поэтому вот тут уже найти, так сказать, оправдание последующих действий Путина в средине страны можно. То есть на этой волне шовинизма можно и дальше рассказывать, что мы будем создавать Новороссию, объединяться там неизвестно с кем и когда, для того, чтобы восстановить Великую Русь, Россию и так далее. Безусловно, до поры до времени. Когда в кармане станет совсем звонко и пусто, вот тогда у людей начнет, ну, как-то возникать вопрос, а за что, для чего, почему мы. Но это еще дело, ну, по крайней мере, одного-двух лет, пока каждый средний российский гражданин реально почувствует ухудшение. Не поехать на отдых в Испанию? Ну, можно не поехать. Ну, можно поехать на Байкау. Вот, тем более, что там противный империализм, который желает всего плохого Российской Федерации. Поэтому мы ощетинимся и будем сидеть за забором. Это еще можно понять. Но вот, когда прилавки, вы правильно говорите, станут пустыми или не такими, к которым привыкли, вот тогда уже начнется переосмысление. Но это будет немножечко позже. Может быть, здесь еще дело в менталитете, да, и в понимании вот Великой России как таковой. Потому что для одних Великая Россия — это международное признание, это сильная экономика, это демократия, это свобода слова, свобода печати, свобода прессы и так далее. А для других Великая Россия — это наращивание территории за счет братских государств, да, вертикаль власти. Это вот разные понятия. Ну, вы знаете, я думаю, что вот та категория первая, которую вы сказали, которая преследует ценности демократии, свободы и так далее, она настолько мизерна сегодня в России, и что о ней говорить как о существенном факторе, ну, пока, к сожалению, не приходится. Большая же часть — это та, которой нужны псевдо-успехи по завоеванию все большей и большей части мира. Ну, это то, что было. Это то, что уже неоднократно вбивалось в головы советских граждан, когда им просто-напросто показывали, что единственным светлым пятном на земном шаре есть Советский Союз, а все остальное — это черное, страшное и то, от которого нужно подальше держаться. Поэтому, вот, собственно, сегодня, мне кажется, в результате этой чудовищной психологической войны против собственного народа, Кремль смог достичь некоторых результатов. Сегодня среднестатистический россиянин видит врагом номер один США, Украину, Запад в целом, Европейский Союз. Поэтому на этом фоне очень легко манипулировать сознанием и доказывать вещи, которые нам с вами кажутся абсолютно абсурдными. Но ведь именно вот этот Запад, который сейчас высмеивается иногда, демонизируется и тому подобное, ведь он в начале 90-х привнес в жизнь россиян и украинцев тогда, в конце 80-х. Вот те начинания, о которых мы с вами говорили, демократию. Почему сейчас по-разному мы мыслим? Почему, например, украинцы по одному мыслям, для них категории и ценности одни, а у россиян другие в подавляющем большинстве? Это неудачи? Это неудачи 90-х, 2000-х годов? Вы знаете, мне кажется, тема глубже, и вы поставили очень важный, я бы сказал, ключевой вопрос. У нас просто разные ментальности, разные психологии, разное понимание ценностей. Хотя советская и после этого российская пропаганда очень долго рассказывала о братстве, о единстве. На самом деле никакого единства нет. Если мы зайдем глубоко в историю, то увидим, что с самого начала российское государство строилось на абсолютно других ценностях. Ценности, которые были, собственно, взяты из очень жесткой иерархической структуры монголов. Собственно, Московия стала фактически наследницей монгольской империи, Чингисхановской империи. Она взяла оттуда формы правления государством. И сравните с тем, что было у нас. Казацкая вольница, права для граждан, Магдебургское право. То есть абсолютно разные подходы и разное понимание, что такое хорошо, что такое плохо. Поэтому сегодня, когда нам нужно говорить о разных подходах, мы должны обратиться вот туда, дальше, в глубину веков, в историю. И оттуда понять, что для Москвы как таковой человек и его ценности никогда не были ценностью. И то, что сейчас мы видим, то это, собственно, тянется оттуда. Это такой себе, знаете, родовой код, который не меняется на протяжении веков. И который, наоборот, насаждается и насаждался, и до сегодняшнего дня происходит. То есть главное государство, а не человек. Западная цивилизация мыслит по-другому. Главное человек и для него государство. Поэтому у нас абсолютно разные взгляды на ситуацию. Поэтому то, что происходит в Москве и в России, начиная с 90-х годов, это, кстати, и ошибка Запада. Я считаю, что он очень сильно ошибся, когда почему-то подумал, что из России можно сделать демократическое государство. Он просто точно так же не изучал ее глубину, а думал, что вот СССР развалился, все прекрасно, мы очень обрадованы этому. И сейчас будем строить на всем пространстве бывшего СССР демократии. Ничего подобного. Нельзя строить демократию там, где она, ну, просто физически не может прорасти. А как мог поступить в той ситуации Запад? Вот просто есть же, вот многие россияне обвиняют на самом деле тот же Запад, Соединенные Штаты конкретно, в том, что они якобы развалили Советский Союз. Там разные теории, там, что Горбачев был агентом Соединенных Штатов и тому подобное. То есть все, что хочешь, говорят. А вот действительно ли Соединенные Штаты и Западный мир могли вот так влиять на Российскую Федерацию, вплоть до какой-то абсолютной раздробленности тогда? Ну, вы знаете, конечно, можно менять и Горбачева в том, что он развалил СССР, но мы должны смотреть на вещи объективно и анализировать объективные процессы. СССР, об этом уже писано и переписано, и сказано и пересказано, развалился из-за внутренних противоречий. Он не мог дальше функционировать, потому что экономическая система СССР, социализма вела в тупик. Это система, которая не могла дать ответы на элементарные потребности населения, страны или стран, которые были в этой социалистической системе. То есть страна, которая работает исключительно на вооружение, на гонку вооружений, она объективно загоняет экономику в никуда, в глухий кут, то есть в тупик. Из этого можно было выходить по-разному, скажем, ну были некоторые страны, например, Венгрия, которая прославилась так называемым гуляшным социализмом. Там был, по крайней мере, какой-то акцент на интересы общества. В СССР такого не было априори. Это считалось буржуазными выборками тем, что никаким образом не могло быть принято коммунистической идеологией. Поэтому, ну, масса других причин и под тем, почему СССР развалился. Но вот после того, как это произошло, вот тут нужно было иметь действительно очень серьезный анализ того, как двигаться дальше. И вот на Западе, к сожалению, такого анализа не было. Я помню еще, когда в конце 80-х к нам приезжали западные лидеры и настойчиво говорили о том, что нам не нужно выходить из Советского Союза. Просто у них не было действительно концепции, а что будет дальше. Как вести себя по отношению к Украине, к Белоруссии, к той же Российской Федерации. Поэтому, вот, собственно, и главная причина того, что вот с самого начала они пошли неверной дорогой. Они не разобрались в том, что, скажем, ну, нельзя построить демократию там, где ее просто невозможно получить априори. Есть постсоветские страны, где, ну, с демократией как-то сложно, не получается. Традиции, может быть, другие. Ну, что сделать? Поэтому нужно было, видимо, искать иной рецепт взаимоотношений. Они пошли по рецепту демократизации. Туда вбросили миллиарды денег, потратили два десятилетия и получили результат. А какой иной путь мог быть? Иной путь значительно сложнее. Это не путь иллюзий, а путь реальных оценок и реальных действий. Если бы на Западе понимали, что новая Россия является новой только лишь по названию, а что это продолжение той самой имперскости, только в иной, немножечко более закамуфлированной форме, то тогда бы, наверное, Запад шел бы другим путем. Тогда бы он, наверное, повторял бы все то, что касалось и Советского Союза, для того, чтобы либо поставить жесткие условия и требовать определенных действий для реальных изменений, либо вести дело к тому, чтобы Россия продолжила путь Советского Союза. Потому что мы сегодня видим, что это фактически последняя империя в североатлантическом пространстве. Возможно, тогда ситуация была бы не настолько простой для Запада. Она требовала бы еще каких-то усилий, но она бы дала бы результат. Сегодня, после того, как Запад вложил миллиарды и в экономику Российской Федерации, и в способы, которые ни к чему не привели, к сожалению, мы видим результат, что сегодня вот этот вот вододел между западной цивилизацией и Россией снова встал в полный рост. Это означает, что политика Запада, по моему мнению, в отношении России была а, неадекватной, и б, не дала результатов. Спасибо вам, Владимир Агрыско, экс-министр иностранных дел Украины, был в этом часе в программе «Национальный интерес» на телеканале БТБ. Не переключайте, оставайтесь с нами и до встречи. Спасибо. 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 Продолжение следует...